Попадая в мастерскую творческой школы Сахарини, уже с первых минут понимая, что работа здесь кипит в буквальном смысле. Расстабливается на паровой бане шоколад, а в миксере взбиваются сливки и молоко. Сегодня тема урока – конфеты ручной работы. Задание общее, однако каждый из ребят трудится над своим блоком индивидуально, выполняя этап за этапом. Отступление от рецептуры грозит тем, что на выходе ничего не получится. Мальчики и девочки очень стараются, потому что любят то, что делают. Меня познакомили с этим родители, в большей степени мама, потому что она очень любила готовить всякие вкусные блюда. И с самого детства я к этому привыкал. И вот где-то в возрасте 8 лет я стал смотреть какие-то кулинарные каналы, мне это очень понравилось. И я вот решил готовить, вот когда нашел эту школу, пришел и понял, что вот давно этого искал и нашел. И таких историй здесь немало. Сегодня почти два десятка ребят занимаются в школе Сахарини кулинарным искусством. Несмотря на довольно юный возраст, в багаже уже есть пара-тройка блюд, которые получаются изысканными и вкусными. Наверное, мясо. Я очень хорошо мариную его, мне очень нравится это. Вот в этой сфере я больше всего. У меня, получается, готовят лучше всего это печенье, кексы, тортики готовые. Кулинарные достижения ребят оценивают не только родители. Они неоднократные участники, победители конкурсов, о чем свидетельствуют многочисленные награды. Сегодня под руководством талантливого наставника, мастера Анастасии Колупанович, ребята готовятся покорить еще одну творческую вершину. В этом году мы едем сейчас в Варшаву. Одна участница пока будет в арт-классе. Остальные просто едут на экскурсию, поболеть за наших, посмотреть, как это все проходит, подготовиться. И дальше мы планируем ехать в Хорватию на международный чемпионат кулинарный Средиземноморья. Там уже будем представлять впервые Беларусь, потому что до сих пор Беларусь почему-то там не представлялась. Тем временем на тарелках вырисовываются настоящие кондитерские изыски. В кокосовой стружке, орехах, какао эти конфеты смотрятся не только красиво, но и аппетитно. Азарт заметен и в глазах ребят, которые с особым нетерпением ожидают следующих рекомендаций наставника. Каждый из них с удовольствием рассказывает о том, что мечтает стать шеф-поваром или кондитером и мотивирован на результат. А значит, все у них обязательно получится.